В Инисейском районе идет подготовка к строительству целлюлозного комбината. Очень сложно было бороться, особенно когда мы бежали километр. Лил дождь, мы по лужам бежали, но вырвали победу. Лучшие в крае. Лисосибирские школьники победили в региональном этапе президентских состязаний. В Шушенском состоялся первый этап чемпионата и первенства Красноярского края по мотокроссу. Дознаватели выясняют причину пожара на горнолыжной базе «Снежинка». Накануне днем здесь загорелся ангар. В нем хранилась техника для подготовки горнолыжных склонов. О том, как все произошло, рассказал начальник базы Вячеслав Потюков. Время полперого пошли снимать баннер со стены ангара и обнаружили, дверь открыли, обнаружили задымление. Мы предприняли меры по тушению пожара, использовали огнетушителей, несколько штук. Потушить не удалось. В это время вызвали пожарные машины, приехали пожарные, закончили тушение. Пламя было сильное, поэтому выгорело практически все. В ангаре стояла пушка для производства искусственного снега. Ее несколько лет назад горнолыжникам подарила звездная фирма. А еще в нем хранилось более 600 метров трубы. Она подавала воздух для нагнетания снега. И главной потерей стал сгоревший ратрак. Именно этот агрегат укатывал снег и готовил гору к катанию. В итоге пожара полностью утерян ратрак. Это самая большая потеря. Ратрак был приобретен в 2003 году. Он 92-го года выпуска. В 2003 году, когда его покупали, было затрачено 3,5 миллиона рублей средств. Несмотря на то, что он такой возрастной, старенький, но тем не менее он был рабочий. Именно благодаря ратраку, собственно говоря, горнолыжные склоны, горнолыжные секции могла заниматься. И это самая большая потеря. Причем потеря, которую необходимо восстанавливать. Иначе горнолыжного сезона и занятия горнолыжной секции в ДЮСШ-1 не получится организовать. Электроснабжение в помещении было временным. Уже известно, что пожар начался внутри ангара в правом углу. В нем хранились полиэтиленовые трубы и карнавальные костюмы для факельного шествия. Специалисты рассматривают несколько причин возгорания. Рассматриваются разные версии, как и техническая. Наверное, больше это электротехническая. Так и нарушение правил пожарной запаски при производстве определенных видов работ. На данный момент сейчас говорить рано, потому что у нас информация не подтверждена. Но будут рассматриваться все версии. Точная сумма ущерба от пожара устанавливается. В Енисейском районе продолжается подготовка к строительству целлюлозного комбината. Начало монтажных работ намечено на август. Предприятие планирует возвести между селом Обалаково и деревней Смородинком. Пока там построена небольшая бетонная площадка, на огорожена сетка и установлен вагончик. Надеемся, что в августе месяце начнутся работы на земле. Поскольку уже сроки немножко отстают. По срокам мая хотели выйти на землю, но не получается. Предположительно, 2000 работающих будет строителей. Возможно, будет до 6000 в одно время, когда будет активное строительство вестись. Так говорят сами, гендиректор так говорит. Как будет на самом деле, посмотрим. Сергей Ермаков подчеркивает, что целлюлозный комбинат нужен району. Это новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Ожидается, что на предприятии будут трудиться 700 человек. Еще 3500 работников потребуется для лесозаготовки. Запуск производства запланирован на 2022 год. Также глава Енисейского района отмечает, что проект соответствует всем экологическим требованиям. Итак, чудеса начинаются. На уроке химии у Натальи Вильяминовой почувствовать себя магом и волшебником может каждый. Ученики знакомятся с великолепной пятеркой металлов, учатся делать фокусы и исполнять химические арии. Сложная наука в таком виртуозном исполнении давно очаровывает юных бородинцев. На краевом конкурсе своей любовью к химии Наталья Владимировна поделилась с красноярскими школьниками. Детей мы видели в первый раз. Это был лицей. Ну, достаточно хорошо детки сработали. И интересно, и очень шли на контакт. И ответы достаточно такие содержательные. И мы с ними друзья. Мы переписываемся с ними теперь и в контакте. И на почту они мне пишут. Открытый урок, мастер-класс, методическое объединение, фрагмент занятия, семинар-брифинг, групповой кейс, образовательный проект. Наталья Вильяминова с честью выдержала все испытания краевого конкурса «Учитель года». Побороть волнение перед маститыми экспертами помогла дружеская атмосфера среди участников и, конечно, колоссальный педагогический опыт. Мы давно сотрудничаем с СФУ, мы давно сотрудничаем с педагогическим университетом в плане технологии учебного исследования. Поэтому результаты хорошие были, существенные. Мне не представилось труда озвучить их. Это было очень легко сделать. Поэтому, когда туда едешь, конечно, некий багаж везешь, не совсем с нуля. Образная, эмоциональная подача материала на уроках Натальи Владимировны зажигает в сердцах школьников настоящую любовь к сложной науке. Да, сначала я как-то, наоборот, боялась, когда все говорили, что это сложно, это непонятно, там очень много учить. Но когда я увидела на строе учительницы, я тоже поняла, что мне она должна понравиться, и я ее полюблю. За учебный год Ариадна Хохорина настолько полюбила химию, что собирается связать с ней свою жизнь. Девушка уже не раз становилась призером различных муниципальных и региональных олимпиад. Недавно Ариадна вместе с Михаилом Буцем, Дарьей Косариковой и Анастасией Ратниковой принесли первой школе победу в муниципальном этапе турнира по химии «Мир вокруг нас». Ребята опередили семь бородинских команд, осчастливив победой любимого педагога. Лучшие в Лесосибирске и во всем Красноярском крае. Команда девятиклассников из второй школы с успехом прошла муниципальный этап президентских состязаний и отправилась за победой в город Красноярск. Там на протяжении трех дней школьные команды боролись за звание сильнейшие. Школьникам предстояло пройти теоретические и творческие этапы, многоборье и эстафету. Очень сложно было бороться, особенно когда мы бежали километр, лил дождь, мы по лужам бежали, но вырвали победу, заняли первые места. Нам сказали молодцы, мы все радостные, плакали, родителям звонили. Из-за дождя все это было скользкое, было сложно бежать, некоторые люди падали, ударялись. На торжественной линейке ребят поздравили учителя и директор Светлана Солодкова. Победа на краевом уровне – это настоящая гордость для школы. Стать лучшими ребятам помогли спортивная подготовка, упорство и вера со стороны учителей, одноклассников и родителей. По своему опыту хочу сказать, что когда ребята поехали в Красноярск, какого-то переживания не было. Я почему-то знал, что они займут первое место. Чувствовал. Хотел бы от лица родителей, всех родителей, сказать огромное спасибо за организацию проведения президентских состязаний, в особенности директору школы Светланы Александровне. Лисосибирцы представят Красноярский край в финале всероссийских спортивных соревнований школьников в президентские состязания. Он пройдет с 4 по 24 сентября в городе Анапа во Всероссийском детском центре «Смена». Там встретятся лучшие команды со всей страны. Любители мотоциклов, адреналина и крутых виражей вновь встречаются на Шушенской мототрассе. Здесь стартует первый этап чемпионата и первенства Красноярского края по мотокроссу. В Шушенское приехали спортсмены из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, а также Республик Хакасии и Тывы. Всего 76 участников. Настроение всегда боевое, когда себя в такой атмосфере чувствуешь, вообще прекрасно. Собираемся несколько раз в год, поэтому как бы всегда на драйве, все нормально. Будем надеяться на лучшее. Благодаря дождю, который сопровождает спортсменов практически все заезды, трасса остается влажной и не пылит. А это хорошо как для безопасности самих гонщиков, так и для болельщиков, которые могут наблюдать за каждым мгновением захватывающих гонок. Среди группы поддержки шушенских мото-кроссменов, пожалуй, самая преданная и внимательная болельщица. Людмила Савкина из года в год приходит поддержать своих внучат Даниила и Бориса Лифарь. Постоянно и иду, и до конца жду, и награждение пока не пройдет. И все грамоты берегу их, и медали, и все. В детство их все берегу. Возраст участников самый разный. Здесь можно встретить как уже взрослых гонщиков, так и только начинающих свой спортивный путь. Самому маленькому мото-кроссмену едва исполнилось пять лет. А самый опытный в этом году отметит свой 80-летний юбилей. Соответственный номер и на железном коне Юрия Щеглова. В ДОСА взошел в мотосекцию, вот этот вот звук мотоцикла, запах этот вот. И так что-то вот задело. Ну, я говорю, дайте мне какой-нибудь старый мотоцикл, коляску что-то. Я на одиночке попробовал, не получается. Надо прыгать, они сейчас больше по воздуху летают, чем это. А в моем возрасте как прыгать-то, нет? Я говорю, вот у меня три колеса, нормально. Тут я стабильно могу доехать. Как утверждают специалисты, заезды на мотоциклах с колясками намного сложнее, чем одиночные старты. Здесь важно чувствовать и понимать напарника. Намного тяжелее. Нужно друг друга понимать, каждое движение, каждый заход. Где-то оттяжку правильно сделать, где-то я вот как колясочник, нужно где-то дугу дернуть вовремя, где-то подсказывают пилоту, дядюра у нас уже не молодой, где-то на трассе ругаемся, кричим друг на друга, подсказываем, отжимай, прижимай. Забегая вперед, хочется отметить, что и на этот раз экипаж во главе Юрия Щеглова не остался без наград. Надежный железный конь и слаженная командная работа принесла абаканцам второе место. Гонка на мотоциклах с коляской проходит почти так же, как и обычный мотокросс. Основное отличие в том, что экипаж состоит из двух человек – пилота и колясочника, основная задача которого – правильно распределять свой вес для ускорения мотоцикла во время поворотов и прыжков. Мотокросс в нашем поселке пользуется большим уважением и популярностью, а шушенские гонщики всегда были достойными соперниками. Следующий этап этих зрелищных состязаний пройдет 2 июня в городе Бородино. Редактор субтитров А.Семкин